Академический институт МИСИРАН и КБ Коронтов как промышленные предприятия, которые реализуют тот научный задел и задел по разработке микроскопа, который создан этот МИСИРАН. Расскажите про вот этот планшет «Багет» мне, пожалуйста. Ну, планшет создан как наша инициативная работа на базе вот этой вот платочки, которая стоит внутри планшета. На этой платочке вот как раз процессор 1890 ВМ-8, ну, по-моему, здесь ВМ-10 стоит, следующее поколение. Для чего он предназначен? Этот планшет, он был сделан как инициативная разработка и изначально он, как бы, предлагался военным и в некоторой модификации, значит, он используется в системах управления артиллерией. Возьмите его, да. Это как бы не один и тот же планшет, они принципиально отличаются, начинка, в части операционных возможностей. То есть, военный планшет имеет несколько гимии возможности вращения, чем вот это будет представлено везде для промышленности. Что за операционка в этих военных планшетах? Ну, на самом деле, военный... Камера вижу есть, да? Ну, значит, ну, вот, как бы... Ну, карта, это как самый простой иллюстративный момент, не надо ничего искать было. Слушайте, он такой тяжелый, прямо... Нет, ну, тяжелый он как изделие, которое предназначено для тяжелых условий эксплуатации. То есть, его можно уронить, скажем, с метра на пол, и он будет после этого работать. Вы меня провоцируете. Давайте уроним. Ну, момент следующий. Уронить можно, но при этом даже в военном воздуху не требуется сохранение его внешнего вида. То есть, он обязан сохранить работоспособность. Но он его сохранил. А внешний вид не обязательно? А внешний вид не обязательно. Понятно. Какие у него температурные режимы? Вот еще немножко, расскажите о надежности. Температурные режимы у него тоже достаточно жесткие. Понятно, что ни один гражданский аппарат в таких условиях работать не будет. То есть, это температуры, ну, по крайней мере, от минус 40 и от минус 50 до плюс 60-65. А автономное время работы? Вот. Автономное время работы, значит, вот то, что мы показали в испытаниях, это порядка 4 часов. То есть, не меньше 4 часов. Для бытовой техники это, опять-таки, не сильный рекордный результат. Но в плане непрерывной работы это вполне достаточное время. Ну, и есть в поле еще и станции подзаряда с большими аккумуляторами. Поэтому, если компенсировать этот недостаток, хотя он относительный недостаток... А в Министерстве обороны уже используются? Ну, вот если так очень сильно огрубить, у Шойгу есть такой планшет, например? Ну, да, наверное. Есть либо такой, либо аналоги какие-то есть. Но есть ли на отечественной элементной базе? Вот это вопрос. То, что есть на технике, ну, там, типа армов, например, или какого-нибудь интеллиатома, это да, почти не как-то так. Давайте еще раз посмотрим внешний вид его. Вот тут была антеночка для радиокоммуникации, типа там Wi-Fi. А какие еще у него есть выходы? Ну, вот выходы из Эзерляд, Компорте. В HDMI нету. HDMI внутри есть, а здесь нет. Но на самом деле вывести его возможности реальные есть. А насколько это надо, это следующий вопрос. То есть, если у заказчика будет жесткая требование, например, вывести их в HDMI или в TTS, то это уже легко сделать. Сколько стоит, скажите, пожалуйста? А вот сколько стоит, я, честно сказать, не очень знаю. Ну, я думаю, что он будет стоить в районе, там, 200-250 тысяч. 250 тысяч? Да. Это за начинку или за элементную базу? В смысле, за корпус или за элементную базу? Ну, наверное, про корпус нет смысла говорить. Конечно, таких денег не будет. Хотя алюминиевый корпус, конечно, дороже пластмассового литья. Тем более, что сейчас он пока как скульптура вытачивается, скажем так, из единого куска мрамора. Можно достаточно легко перейти на литье под давлением, например, и будут аналогичные корпуса. Ну, и начинка в плане компонентной базы пока достаточно дороги сами процессора, поскольку массовость выпуска не велика. Ну, и если говорить о какой-то развернутой значимой серии, наверное, стоимость будет снижаться. Ну, это надо считать.